Сегодняшняя тема. Французы, японцы и китайцы – самые стройные, в мире эпидемия лишнего веса. Ожирение – это болезнь нашей цивилизации, считает Пьер Дюкан. Перед Второй мировой войной не было такого огромного количества полных людей. Сейчас люди живут в постоянном стрессе. Мы спешим доставить себе как можно больше удовольствия, и переедаем. Например, разведенная женщина с ребенком почти всегда будет много есть. Ведь ей просто нечем больше заполнить свою жизнь. Этим пользуются производители товаров. С каждым Новым годом они нас заставляют покупать чуть больше еды, чем в прошлом. И мы стремительно толстеем. По мнению Пьера Дюкана, быстрее всех набирают вес американцы. Им в спину дышат мексиканцы, немцы и англичане. За жителями Туманного Альбиона с большим отрывом следуют русские. А самые худые люди живут в Японии, Китае и Франции. В Америке 75% жителей страдают от избыточного веса, говорит диетолог. На улицах Нью-Йорка люди ходят, словно стадо крупных животных. Вы в России еще не успели заразиться американским ожирением. Я был приятно удивлен, когда увидел в Петербурге русских женщин. Они по большей части стройные. А вот мужчины у вас действительно могли бы и похудеть. Я думаю, одна из причин вашей стройности – традиции. Русские, французы и японцы редко едят на ходу, в одиночестве. Когда мы ужинаем с родными и близкими, пища усваивается лучше, и мы меньше толстеем. Но американский образ жизни проникает и в Россию. Поэтому я приехал к вам вовремя. Мясо портит нервы Пьер Дюкан, спасая Россию, хочет посадить страну на белковую диету. Около месяца врач советует есть только мясо, рыбу, яйца и морепродукты. Под строгим запретом – картошка, макароны, рисунок. А в первые полторы недели диеты следует отказаться еще и от овощей, фруктов, сыра и масла. Я знаю, что картофель в России – это национальный продукт, говорит Дюкан. Но первые два месяца диеты его можно чем-то заменить. Например, французскими артишоками. Но у нас нет французских артишоков, тогда французскими низкокалорийными макаронами. В них есть все питательные вещества, которые содержит и картофель. Но таких макарон у нас тоже пока нет. И к тому же русской зимой мы просто замерзнем без картошки и макарон. Ведь нам нужно куда больше энергии для обогрева организма, чем французам, тогда худейте летом, к слову, похудеть, питаясь лишь мясом и рыбой, действительно можно. Дело в том, что белки очень трудно усваиваются. Например, чтобы переварить мясо, организм тратит огромное количество энергии, а значит, и калорий. В итоге энергетическая ценность продукта снижается в разы, а человек ест, не набирая вес. Однако белок не так уж и безопасен для здоровья. Белковая диета вполне может привести к обострению многих заболеваний, считает главный диетолог Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона, профессор Владимир Доценко. Например, она чревата аллергией и кожными болезнями. Но особенно белок опасен для людей с больными почками. Ведь именно на этот орган ложится вся нагрузка по переработке белка. 2-3 дня организм легко справится с таким напряжением. Но месяц-два – это уже чревато проблемами. К тому же белковая пища плохо влияет на центральную нервную систему. Для нее крайне необходимы углеводы. И их должно поступать в организм в 4 раза больше, чем белков. Для хорошего обмена веществ надо соблюдать простую пропорцию, на 1 грамм белка должно приходиться 4 грамма углеводов и 0,8 грамма жиров. Такое сочетание близко к составу грудного молока. Так что отказываться на месяц от картошки и на неделю от фруктов овощей я бы не советовал. Картофель – секрет долгой жизни мало того, что картофель содержит необходимые углеводы, так он еще и источник витамина С, без которого в промозглом Петербурге ну никак не обойтись. В 400 граммах картофеля содержится 60% дневной нормы этого витамина. А печеная картошка – это еще и источник калия. Он жизненно необходим для хорошей работы сердца. Недаром в странах с высокой продолжительностью жизни люди в день съедают около 300 грамм картофеля и 600 грамм овощей и фруктов. В России же и без диет потребляют всего-то 190 грамм картофеля и столько же овощей и фруктов, при норме 300-400 грамм в день. Диетологи советуют отворачиваться от картошки только людям, страдающим от ожирения. Но и в этом случае ее надо заменить другими углеводсодержащими продуктами. Например, рисом, белым хлебом, кукурузными хлопьями и медом. Но эти продукты по диете Дюкана несколько недель оказываются под запретом. Впрочем, и сам французский врач не скрывает, его диета не для всех может возникнуть проблема с пищеварением. Проще говоря, есть опасность запоров. Чтобы этого избежать, надо много пить воды. Можно минеральной, питьевой, а можно и кока-калу лайт. Но и здесь есть свои проблемы. Питьевая вода вреда не причинит, а вот минеральная – запросто. Минеральная вода бывает разной, говорит Владимир Доценко. Кому-то подходит щелочная, боржоми, а кому-то – соленая, миргородская. Если пить воду, которая не подходит для вас, могут возникнуть проблемы с почками. Если организм здоровый, то он протинет дольше. А если человек изначально больной, то это очень-очень опасно. Диетологи мало живут одной из основных требований диеты Дюкана – отказ от сладости и переход на сахарозаменители. Ходят слухи о том, что знаменитый сахарный суррогат, аспартом, может вызвать рак, признается Пьер Дюкан. На мой взгляд, это надуманная проблема. Этот заменитель сахара используют миллиарды людей по всему миру вот уже в течение 25 лет, и он никогда не вызывал побочных эффектов. Тем не менее, независимые эксперты утверждают, что тот же «аспартом» может вызвать головную боль, звон в ушах, аллергию, депрессию и бессонницу. Сахарозаменители придуманы для больных людей, у которых проблемы с поджелудочной железой, говорит Владимир Доценко. И то, если человек выздоравливает, врач отменяет прием сахарных суррогатов. А здоровым людям и вовсе не стоит регулярно принимать, сахарин, аспартом, и другие химические заменители. Иначе могут возникнуть проблемы с обменом веществ. На вопрос, существует ли в мире безопасная диета, главный диетолог города отвечает однозначно, существуют тысячи теорий похудения. Но ни один из теоретиков так и не дожил даже до 70 лет. Худеть, конечно, надо, если вы страдаете ожирением. Но в любом случае на диету стоит садиться только по совету врача. А стремительно худеть ради моды, занятие опасное.